Кирилл? Кирилл? А ты почему не на уроке? Лилия Валерьевна, чего вы так орёте? Думаешь, если я буду говорить тише, Ирина Анатольевна не заметит твоего отсутствия? Заметит, но чуть позже. Мне сейчас надо побыть одному, подумать. Я вижу, дело серьёзное. Серьёзней некуда. Мне кажется, Маша меня больше не любит. Наши отношения стали привычкой, не более. Слушай, Кирилл, я уже 16 лет счастлива замужем. И мне не важно, привычка это или что-то другое. Так что расслабься и получай удовольствие. Меня такие отношения не устраивают. Только любовь. Да-да, войдите. Здрасте, Елена Анатольевна. Извините, я опоздал. Можно? Ты не опоздал. Скорее, немного заранее пришёл на второй урок. Эээ... Я отработаю. Не сомневайся, отработаешь. Садись. Привет. А вот и урок закончился, Кирилл. Все домашние задания записали? Да. Прекрасно. До встречи на втором уроке. Ах, да, Маш, пойдём со мной. Помощь твоя нужна. Соня, пойдём в эфир? Пойдём. Кирилл, ты... Что с ним? Есть кто живой? Что надо? С тобой всё в порядке? Ты не простил случайно? Всё ок, я здоров. А вот наши с Машей отношения, кажется, простыли. Ты хотела сказать, остыли? О господи. Остыли, остыли. Какая разница? Суть, я думаю, вы уловили. Слушай, а с чего ты сделала такие выводы? С чего, с чего? Вы не видели? Она при встрече меня даже не поцеловала. Так ты опоздал. Она же не будет с тобой целоваться при всех. Раньше целовала. И с уроков ценно избегала. И писали мы друг другу постой смазь в день. Это конец. Любовь прошла. Осталась привычка. Кирилл, мне кажется, ты накручиваешь себя. Просто попытайся как-то освежить ваши чувства. Да, я тоже так думаю. Вашим отношениям нужна небольшая встряска. И все станет как раньше. Встряска? Соня, ты гений. Маш, ты больной. Соня, прости. Так нужно было. Для встряски. Да я имела ввиду поехать куда-то на выходные. Ну и в парк аттракционов сходить. А, да, сорян. Мне кажется, так даже лучше получилось. Теперь я точно знаю, что ей не все равно. Чем лучше? Теперь Маша ни с тобой, ни с Соней не захочет общаться. Ой, не нагнетайте. Наоборот. Сейчас я ей все объясню и все у нас будет в порядке. Успехов. Придурок. Машенька. Машуля. Ты где? Выходи. Я тебе кое-что скажу. О, Кирилл, иди сюда. Помощь твоя нужна. Давайте потом. У меня дело срочное. Я Машу еще. Подождет твоя Маша. А полочка сама себя в стенки не прибьет. Ладно. Только быстро. Но это уже от тебя зависит. Мамочка. Ну как он мог? У нас же все было хорошо. Машенька. Это жизнь. Иногда кажется, что все хорошо. А на самом деле... Что на самом деле? Думаешь, он влюбился в Соню? Да кто его знает? Это только сам Кирилл тебе сказать может. Да я видеть его не хочу. Не то, чтобы разговаривать. Понимаю, доченька. Подожди-ка. Я кое-что вспомнила. Что именно? Машенька. Сегодня утром у меня был с ним странный разговор. Что-то про то, что ваши отношения стали привычкой. И он тебя не любит. Или ты его. И ты только сейчас мне об этом говоришь? Машуль, у вас вечно какие-то заморочки. Вот я и не придала этому разговору значения. Офигеть. То есть, получается, ты все знала? Да не знала я ничего. Можешь теперь не оправдываться. Ну, Машуль! Маша его не любит. Или он Машу? И что же он там мыл утром? О, Ирина Анатольевна, вот вы-то мне и нужны. Да, Машенька, я внимательно слушаю. Переведите меня в другой класс. Я больше не хочу учиться в этом классе подлецов и предателей. Ну, а что случилось? Ничего не случилось. Просто переведите меня в другой класс. Или я сменю школу, так и знаете. Слушай, какая-то мелкая ссора не повод менять класс. Вы завтра помиритесь. А мне с бумажками две недели возиться. Еще и журнал переписывать. А вы уж потрудитесь переписать. Потому что я ни с кем не собираюсь мириться. Скорее наоборот. Накрылся мой сериальчик с пиццей вечером. Может, Лиля Валерьевна сможет ее отговорить? Ну что, подружка, время поговорить. Я вас радуюсь. Только линейку убери, пожалуйста. Так будет безопасней. А теперь, по сути, Маш, угомони, пожалуйста, своего возлюбленного. Это я должна его угомонить? Ты целуешься с моим парнем? А я еще вам должна что-то? Алло, девочки! Маш, ну кипятись. Соня ни в чем не виновата. Да что ты говоришь? Не ее ли губы присосались к моему парню? Да в смысле? Он сам ко мне присосался, понимаешь? Что-то я не заметила, чтобы ты сопротивлялась. Да я в шоке была. Он меня застал врасплох. Да, конечно. Ему просто стукнуло в голову. Дай-ка я Соне поцелую. Мне откуда знать, что ему и куда стукнуло. А если он еще раз ко мне полезет, я сама его стукну, ясно? Звета на нее напала. Клилпост и хотела твоего внимания. А досталась Соне. Супер. Парень не изменил с моей подругой, а я еще и виновата осталась. Ирина Анатольевна, не спешите оформлять документы. Я еще сама с Машей поговорю. Хорошо. Я тогда жду вашего сигнала. Ох, аж эти подростковые страсти. У них скандалы, а у нас проблемы. Ирина Анатольевна. Ирина Анатольевна. Я полку припил, но вот. А вот ты виновник нашего торжества. Ага. Говори, паршир, что у тебя с Соней. Нет, нет. Клянусь, ничего. Я просто хотел понять, любит ли меня Маша или нет. И ты не придумал ничего лучше, чем поцеловать ее подругу? Эээ, ну да. Была такая хорошая идея, как мне показалось. А оказалось... показалось. Немедленно. Прямо сейчас. Иди и объяснись с Машей. Хорошо. Именно это я сейчас и собиралась сделать. Виля Валерьевна, а вы куда? Куда-куда? В класс. А то он там сейчас извинится, что моя дочь несколько дней будет рдать. Дайте пройти. Я поверю. Да стойте вы. Не вмешивайтесь. Они сами разберутся. Вы это сейчас серьезно? Абсолютно. Кирилл очень смышленый мальчик. Иногда. Я уверена, он сумеет подобрать правильные слова. Ну ладно. Дайте хоть послушаем. Что-то подозрительно тихо. Вам не кажется? Все. С меня хватит. Подобие. Эй. whoo. Хороший. Егоровый. Нужен. Он быстро. На моем. Прошлый. Хороший. Нужен. Нужен. Белорус. Нужен. Пог?". Нужен. Субтитры создавал DimaTorzok